В Господе Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 937. События дня. Серахов 7.39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. За 10 июля 2017 года. Ну что сказать, вторник, молочники уехали в город, а мы здесь сами по себе. Вчера начали брать клубнику у Стеновых, мы решили сегодня пойти, это среду должно быть богослужение, завтра 12-й будет уже, день Петра и Павла, розговни заранее достать, что-то батюшка мясо дал, в холодильник положили, овечку там, барашка заколол, молочную. Какой-то день такой был, напряженный даже. Сесра Ангелина дала мне флешку, где крещение, хотел я выбрать хорошее, которые снимки получились, она с лодки фотографировала, видела лицо крещаемых. А остальные с берега, и я там снимал, ну а что делаешь, возможности тут нету. Комаровники в избы залетели. Ну и в ней не были файлы обозначены, что крещение. Я их ищу, где одну, вторую, третью папку перебираю. Наконец нашел, и она пришла сюда с сыном Евтихием, маленький мальчик. И она не остановила меня. Я обычно скачиваю, а потом работаю. А вы идут, когда снимки нравятся, я заранее корзину освобождаю, чистую, и туда скидываю тогда. А потом оттуда беру, у меня уже отобрано, не копирую, а на то место, где они были, их скидываю, потом опять кому отдать. Здесь я их уничтожаю фактически, потому что они не были перекачаны у меня, скопированы. Никогда такого не было. Перебрал столько фотографий, накидал, открыл, корзина пустая. Вот это натворили делу. Она говорит, я виновата, что не обозначил. Ну, я виноват. Ну, она маленько посидела и говорит, у меня программа есть такая, по ней можно там восстановить что-то. Не знаю. Ну, вот я говорю сейчас, специалисты будут слушать, если... Ну, у ней диск такой большой, отдельно подключается. На нем, на этом диске, два диска. И оказалось, крещение. Я сейчас немножко покажу. У ней целая, вот она называется. У меня так и есть крещение. Я в быстром темпе покажу. А, ну, вот так. И покажу, что-то, потому что у меня тут закрыто. Все. Ну, много осталось целого. Я стал смотреть, что у нее тут получается. Крещение. Это одна папка о крещении. Файлов 574. И вес ее, размер 2,51 гигабайта. Ну, все сходится. Именно она целая. Такое ликование было. Господь помилуй. Мы даже молились об этом. Но у меня там были и другие у нее взяты. Как она весной фотографировала пруд, где вода идет. Ну, хорошие снимки. Она специально училась на это фотографировать. Хороший фотоаппарат. И вот восстановление. Так называется ролик. Восстановление. Что-то тут. Я не пойму, что тут такое. Восстановление. Я его открываю. Беру первый, допустим, вот сразу же. И она говорится. 3,10 мегабайта. Ну, все как положено. Я тогда всю папку восстановлю. Вот смотрите, кто знает, как помочь мне. Тут файлов 3270. И вес 12,4 гигабайта. И вот они перед глазами. Любую открываю. Ничего нету. Пусто. Почему они невидимые? Как их увидеть? 12 гигабайтов фотографии. Это 3000. Ну, это серьезно? Повторяю. Вот это я у нее скачал. Программа тут. Закрыть надо. Вот. Восстановление. Свойства. 12,4 гигабайта. Размер. И файлов 3270 папок одна. А ничего нету. Ну, несколько фотографий там маленькие. Вчера я тут обычно в корзину вставляю. Так, сейчас я их оттуда вытащу. Вот на всю папку нашел только вот сколько. Вот и все. На 3000-то ясное дело, что это не дело. Вот я вытаскиваю их. Тут надо вытаскивать. Ну, они как положено. Несколько всего штук. Все как-то не так, как у меня там было. Что получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 14. 14 фотографий на 3000. Ну, мало. Мало-мало. И как их сделать, чтобы они видимые-то были-то? Пойду сегодня говорить. Может, она как-то разблокирует. Это тоже событие дня было очень важное. Я сильно переживал. Приготовил лучшие снимки. Уезжает. Ездор наш. Сестрам послать. Марина тут. Ну, кто крещение принимал. Снимки-то получились. Просто хорошие. Настолько хорошие, что здесь ничего нет. Что оно означает? Ничего нет. Володя там набрал команду. Пошли в огороде окучивать. Язора тут возился целый день. То, что башню привезли. Гвозди вытаскивал, доски все разбазарил. И целый день работал тут. А я то тяпки наточить, то еще что-то. Это все события как бы. Пишет один Игнатий Тихонович, Александр пишет. Мир вам, спаси Христос. Позволь вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, может ли бесноватый человек, иноверис, который ходит по бабкам, гадалкам, колдунам, передать через рукопожатие беса православному христианину? Ну, зачем зарубку зарубиться? Никакой в этом нужды нет. Сказать у нас это не положено. Все, он больше и подавать не будет. У нас сосед есть, он с Азербайджана, зовут Россием торговец, видный человек. Он ходит по гадалкам, колдунам, лечится. И порой на лестничной клетке приходится с ним и разминуться и поздороваться рукопожатием. И не откажешь, ведь человек-то не держит нож за спиной, тем более мамин, земляк с Азербайджана. Я всегда был противником рукопожатия. Не любил здороваться по-масонски. Левой рукой по-масонски. А только поклонами, как христианин. Сам недавно к этому пришел, что здороваться нужно поклонам или мир вашему дому. Но этот человек Россием, он мусульманин, здоровается через рукопожатие. Как вот может ли через него рукопожатие войти нечистый дух? Благодарю вас за скорый или нескорый ответ. Обнимаю вас, Игнатий Тихонович, с уважением. Александр, город Ноябрьск. Я ему ответил. Яков 1.6. Но допросит с веры, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Вот отсюда делай вывод. Какая у тебя вера? Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. А может ли через... Да ты твори молитву-то. Может, через рукопожатие ему совесть пробудится и все проще. А сомневающийся, если ест, но суждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. А ты зачем здоровьешься, если у тебя веры в это нет? Нужды никакой нет. Грех. А может ли? Все может быть. Приветствующие его, говорит, приветствуют. Участвуют в злых делах его. Мы весь сказ. Понравилось стихотворение. Я его переписал. Санкт-Петербург. Память блокадных кошек. Когда расплодились крысы, днем толпами по улицам бегают и нападают даже на людей. Во дворике питерском летним денечком котов старичок увлеченно кормил. Вовсю улыбался растроганный очень и что-то хвостатым друзьям говорил. А два паренька хохотали в сторонке, мол, дедушка спятил на старости лет. Смеялись мальцы оглушительно звон, как вдруг обратился к ним вежливый дед. Ребят попросил подойти. Попросил подойти. И, волнуясь, рассказывая, стал про блокадные дни. Рассказывал тихо, немного сутулись, и слушали, краской залившись они. Поведал старик, что всех мурок и васек от голода люди поели тогда. И крыс наступило лихое всевластие, ведь люди без кошек для крыс не беда. Утратив боязнь, грызуное обнаглели. Пройти не давали средь белого дня. Лишь только смелели, лишь только жерели в квартирах на улицах гнусно царя. О, как я и мама мечтали о кошке. Вам трудно, ребята, представить сейчас. И скопище крыс, встретив вновь на дорожке, дрожал я от страха без всяких прикрас. Но вот в сорок третьем прорвали блокаду, а дальше котов привезли в Ленинград. И с крысами те разобрались как надо, устроив взорвавшийся мерзости ад. Не сразу, конечно, котов было мало, но их привозили еще и еще. Я помню, пушка принесла утром мама, пушочек сполна, предъявил крысам счет. Коты нас спасли, по-другому не скажешь. Ваш город родной от заразы спасли. С тех пор для меня каждый кот местный, важен, хвостатый бесценностью нашей земли. Кормлю ежедневно мурчащее братство, а коль захвораю, покормят внучок. Коты сокрушили крысиное царство, их должно любить и любить горячо. Прервался старик, улыбнулся мальчишкам, погладил котов и к парадной пошел. Его встретит дома заждавшаяся тишка, такой же на вид, как блокадный пушок. Богдан Пилатов. Священным животным считалось, говорят в Египте. Находят мумифицированное кладбище кошек. Сергей Игнатов. Мир вам, мужи и братья. Прошу ваших молитв о заблудшем настоятеля свято-тихоновском приходе в городе Углидарь, Донецкой грипархии, Украинской православной церкви Московского патриархата Протеирея Николая, нарушающего, как и многие другие священники, 50-е апостольское правило о крещении путем троекратного погружения. На воскресной проповеди от 8-го, 7-го, 2017-го он осудил прихожанина храма, который без его благословения носит бороду, священник, бороду должен благословить, рубашку на выпуск с поясом, тоже благословения надо, два пропустил, и религиозный посещает богослужение в субботу, воскресный день, назвав его фарисеем. То есть, суббота, воскресенье, регулярно ходить, это ни к чему выходит. Он же уничижительно отозвался о православной анфимоне комедийской общине зарубежной русской православной церкви Селепотеряевка, Алтайского края, а также об исповеднике православной веры Игнатия Тихоновича Лапкини, которого уважает митрополит Барнаульский и Алтайский отец Сергий Иванников, РПЦ, МП, приписав ему ложное заявление преподобным Серапиме Саровском, Сергеем Радонежском. Про Таирей Николай постетовал, что у людей нет веры, как раньше, а сам нарушает 78-е правило 6-го Вселенского и 46-е правило поместного собора, обозвучив крещаемыми их восприемниками основ православной веры. Занятий по изучению закона Божия при храме никогда не велись, а то, что раньше с его благословения по воскресным дням после богослужения изучалось Священное Писание, потолкование святых отцов, запретил Господи, дай нашему патриарху, епископам, священникам и диаконам по слову Твоему рождение свыше и вождение Духом Святым. Побуди их на благовестие Евангелия и Царствие Божие и соблюдение канонов Церкви. Аминь. Прошу Ваших святых молитв и обо мне грешным показано. Христос среди нас есть и будет. Прошу моих ближних и дальних молиться одарования рождения свыше. Вадима Сидухом Святым Настоятелю Свято-Тихоновского храма города Угледар Николая Шипилову. Побуждение его на благовестие Христовой Евангелии и соблюдение канонов Церкви. Вашему предлагается видеоролик по болезненному для пастырей, наемников и мочителей ЛБОГ. Требование 50-тоапостольское правило о каноническом крещении путем троекратного погружения крещаемого в водную купели катехизации. Ниже приводится глава 9.82 о вере и крещении из книги преподобного Иоанна Дамаскина «Точное изложение православной веры». Исповедуем же единое крещение в оставлении грехов и жизнь вечную, ибо крещение обозначает смерть Господа. Римлянам 6.3 Игра через запятую везде у православных. Одно это и говорит, что Писание не знает. Через запятую это стих от стиха 6.3 и 5. Ведь крещением мы спогребаемся Господу, как говорит Божественный Апостол Колосин Бог. И далее вот прочитайте все. Хорошая статья. Ксения и Юра русского языка делайте очень много ошибок. Но она, видимо, не она тут, а переписка. Я не пойму, кто и кому как говорит. Она Борису отвечает. Вы меня, Борис, обманули. Я у вас спросила, записываете ли вы наш разговор или нет. Ваш ответ был такой, Борис. Какой? Вы мне ответили, что нет. Не записывайте. Или тогда алгарь, или сейчас. С такими людьми, как вы, по-другому нельзя. Когда я выставлю ролик с нашей беседой, люди узнают правду. Зачем вы врете, что я вас вербовал куда-то выходит? Это он отвечает. Что я осуждал Игнать Тихоновича, братья и сестер. Как вам не стыдно? Вера, вы выставили скриншот, вроде бы я осуждаю братья. А вы прекрасно знаете, для чего я привел эти слова из Библии. А именно для того, что очень опасно считать неправославные Библии, имеется в виду Гидеоновым братьям. Бог вам, судья. Отвечает мир всем. Борис, скажите, пожалуйста, вы общались с верой впервые. Да. Ведь это как-то сделано, не поймешь, кто ли. Но надо догадаться. Если вас интересуют подробности, звоните. Я постараюсь все изложить, как было на самом деле. Пишет. Я тоже отношусь к таким людям, а именно считай Игнать Тихоновича своим духовным отцом. Видите, кто из них это говорит? Кто считает верой или Борис Игнать Тихоновича привела я собственно саму Игнать Тихоновича. К ней не было замечания вопросов прийти, видимо, Аверик, он вполне к ней расположен. Считайте, что они разговаривали. Игнать Тихоновича, Лапкин для меня очень интересный человек. Но есть моменты, что я не согласен. У меня было такое, я согласен, я не согласен. Еще ни одного случая не было, за полста лета больше даже, что человека начинаю спрашивать, ну а именно, с чем не согласен-то? Давай. Да нет, нет, я уже согласен. То есть, ни один, ни разу, нигде он думал на этом, качался, говорится, на выступе, а вот я с чем-то не согласен. Ну, в одном не согласен, завтра в другом не будешь не согласен. Ну, давай разберем, с чем не согласен. Да нет, нет, я уже понял, я был неправ. Вот кто не согласен, ко мне зайдите, материалы тем более берите. А вот Ксения, Борис, что говорит, Александр Друсенко, вы согласны? Он говорит, нет. Да это мы, как говорится, игра была, или как сказать, я попросил человека, Александра, обо мне, чтобы они начали говорить, там, испытывать, а я буду отвечать. Искусственно составленный ролик-то, не настоящий, но, видимо, и он повлиял. Александр Друсенко, предатель православной веры, анафия моему, вот видишь, как пишут. Я этого сказать не могу. Я понимаю, он придуряется, так я называю, проверить терпение. Зачем я его буду трогать? Для меня он так много сделал, и все сказано. Считайте, что. Вот так. Это я еще переписку беру, всегда публикую. Я не разговариваю. Я об Олеге не ком. Чем не вежественный народ, тем лучше для коронстолюбивых попов. Видишь, как тут. Попы потому и летуют. Вера Митрофин, мир всем, в том числе и брат Борис. Хочу вначале поблагодарить Александра и Бориса за поучение, что они сегодня выставили. Считайте, какая переписка у них была тут. Вот такая переписка. Вчера еще пришла газета. Газета местная. Местная. О Потеряевке. Свет октября. Я тут показывал. Я тут в роликах будет. Засчитывали. Вот. Потерялась ли Потеряевка в дороге и по приезду. Заголовок. За 15 июня 2018 года Мамутовской районце. Их газета местная. Когда в редакции нашей газеты пришло приглашение от настоятеля Святого Анфимовского общины поселка Потеряевки и Акима Латкина на божественную литургию по случаю 200-летия со дня основания поселка Потеряевки и 27-летия со дня его возрождения, мы сразу же запланировали поездку. Это печатал вчера Сергей. Я газеты читал с увеличительным стеклом, а он печатал. Не допечатал еще четвертый столбец. Коллега, уже побывавшая одна же в поселке, предупредила. На голове женщины обязательно должен быть платок. Юбка или платье длинное, лицо без косметики. Вот, прочитайте, с вами смотрите. Потеряю, расположилась в живописнейших местах. это газета, в газете все это. Ну, дальше от обеседы с протеереем тут не дописали, еще с батюшкой говорили. Ну, я вчера ролик записан такой, за стол садимся, и Сергей прочитал. Ну, вот это и событие за прошедший день 10 июля. мы слышим, мы имеем см説, не любви, но не жизнанчик, чтобы entrepreneur. Вот, Я, sometimes